Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Я вчера случайно попала в гостевой чат в ТикТок, в котором сидела Ирина Греция, Ира Хаят, Надя там была, некий Дима, кажется, постоянно про него Надя говорит, потом Аналитика была, Таня Солнце, Лида, у которой Самвел был в гостях, когда ездил на гастроли, и Артем со Светой. Как они дружненько все вместе беседовали, поддерживали Надю, чтобы она не обращала внимания на негативные комментарии. Надя сказала, некогда читать всякие глупости, обед готовлю. Самвелльчик заскочит перед работой, и он таки заскочил. Только Самвел зашел к маме, сразу унюхал приятный запах холодца. Я вспомнила этот разговор в ТикТок. Раньше Самвел ходил в ресторан обедать, теперь приходит к Наде, пообедал, побежал работать. Надя наготовила, как на Маланину свадьбу. Двух мужиков надо кормить, да еще и ТВ ест, как лошадь Костромская. Так что надолго этого мяса, я думаю, не хватит. Они же вот, когда приехали из Киева, холодильник был забит едой. Баба Таня говорила, нам этой еды на месяц хватит. Даже на сутки не хватило. На плите у Нади все заставлено кастрюльками. Подоконник уставлен лотками с холодцом. Какой-то месяц, да и от этой еды очень скоро ничего не останется. Сахару Баба Таня в норме, меньше восьми. Самвел как-то удовлетворительно так хмыкнул. Все идет как надо. Скоро он уедет в Киев и будет приезжать в Днепр только на спектакли. Сказал, что будет разговаривать с директором и ставить ему свои условия. Либо директор соглашается, чтобы Самвел участвовал не более чем в трех спектаклях за месяц. Либо он уходит из театра, он уже все для себя решил, он хочет жить в столице. Спрашивал у зрителей в ТикТок, где ему лучше снять квартиру. А мама? Мама остается с Надей. Коты уезжают, а мама остается. Так что неважно в каком состоянии будет зрение Бабы Тани, одну Самвел ее по-любому не оставит. Так что Надя здесь надолго замешкалась. Опять с порога началась вот эта игра. Бачишь? Не бачишь? Вот на эту тему у них и пойдет как раз таки разговор. Кабучи, цитата автора, написали, что операцию не делали. Ну так только катаракту. А что он хочет? Что его так обижает? Они то прикалываются и выдумывают всякие небылицы, шутки ради. То много чего не договаривают. И чтобы отвести какие-то подозрения, опять же таки выдумывают. А потом, когда правда всплывает, или они сами ее же рассказывают, люди им уже не верят. Я по правде сказать, даже не хочу забивать себе голову тем, что делали бабе Тане операцию или не делали. Я терпеть не могу слушать про всякие болезни. Мне очень неприятна эта тема. Я не знаю, что говорить в таких случаях. Я в реальной жизни стараюсь избегать таких разговоров. Поэтому, когда сам Билл решил не вдаваться в подробности по поводу процедуры это были, или действительно операция, которую проводили бабе Тане на глазу, я даже обрадовалась. Слава Богу. Не рассказал и нафиг не надо. Триста лет неинтересно. Они сказали, что делали. Ну и ради Бога. Пусть будет так. Мне, по большому счету, Барабир, крыло с херами. Как вы понимаете, это опять цитата автора, говорит Самвел. И буду крыть дальше. Ничего, ничего. Говорите, говорите. Пишите, пишите больше. Вам это все вернется. Как часто он произносит эту фразу? Ну вот он прям спит и видит, чтобы на головы зрителей обрушились все беды, какие только можно. Ни я, ни Самвел. Мы не знаем, что происходит в жизни зрителей, действует ли его проклятие на них или нет. Но у них в семье все не слава Богу. Пока к зрителям прилетит, Самвел с бабой Таней нахлебаются досыта. Бабе Таню постоянно... Ну какие-то проблемы у нее со здоровьем. Нет, понятно, что все-таки возраст. Ну а Самвел, он даже элементарно не может есть то, что хочет. Я настолько не люблю темы про болезни, что не особо стараюсь запоминать, на что конкретно он жалуется по этому поводу. Помню, что у него что-то с пищеварением не все в порядке. Очень часто после какой-то еды ему бывает плохо, его тошнит, рвет, с печенью вроде беда. Про почки он сейчас помалкивает, но тоже не все в порядке было. А ведь не старый человек. Я помню, как однажды Самвел открыл ящик, и он был битком забит таблетками. У меня даже глаза округлились. Неужели человек может пить такое количество лекарств? И ведь на тот момент он был моложе, чем сейчас. Ему еще и сорока не было. Да хляка какая-то. И жизнь человека не учит. Он все равно продолжает угрожать. Ты чедули в экран. Еще и так крупным планом показывает. На весь экран. Вонючий корнишон свой в камеру опять тыкал. Никакую выписку он показывать недоразвитым черноротым зрительницам не будет. Ну и ради бога. Че так нервничать так? Че так переживать? Ну не будешь показывать и не надо. Очень обяжет. Ну по крайней мере меня. Слава богу. Не придется всматриваться во все эти выписки. 300 лет оно мне не сплющилось. Чем там болеет его мама? И какие манипуляции врач с нею проводил? Ногти бы подстриг. Страшнючие такие. Собирается жить в столице. А руки? Ну вот сколько не ухаживает за собой. Все равно какой-то, не знаю, как ветошь какая-то. Как будто в углу, которая лежала очень долго у людей. А потом ее вытащили на свет божий. А она такая вся страшненькая. И вызывает у людей такую брезгливость. Ее так аккуратненько палочкой поддевают. И в мусорку. Как-то так у меня такие ассоциации складываются. Не делают они брехни. Продолжает Самвел. Будто лежали в больнице. Если нас там не было. Да задрали вы уже. Да сколько можно, а? Господи, да когда же эта тема уже прекратится? С какой злостью Самвел это говорит? Я думаю, вряд ли Зина вернется. Скорее всего, выгнали с волчьим билетом. Что-то такое произошло, что я даже не знаю, как это все описать. Но явно, что ну разрыв капитальный, я так думаю. Раз и навсегда получился. Как-то в ТикТок у него спросили. Самвел, а каких людей вы не любите? Самвел даже не задумываясь ответил. Брехливых. Больше всего на свете он не любит тех, которые брешут. Он прям органически их не переваривает. Он так долго распространялся на эту тему и говорил, ненавижу. Ненавижу, когда брешут вот эти брехуны противные. Ух, ненавижу. Себя, конечно, к их числу он не причисляет. Как говорила его маменька, а ты что, чесняга, да? Вот он тоже самое думает. Он человек честный, правдивый. Поэтому и не любит тех, которые брешут. Вот так. А Зина сбрехала, что лежала в больнице. А ее там не было. Он узнал. Ну, скорее всего, через Колю каким-то образом узнавали. А может быть и через Зининого лечащего врача. Кто знает. У них же сейчас там везде связи есть. Ну, наверняка, каким-то образом он смог узнать. Лежала или не лежала. Вот ему страшно не понравилось, что она водила их за нос. А ведь Зина продолжает смотреть его канал, чтобы, по крайней мере, быть в курсе того, что у них там происходит и что они про нее говорят. Что она думает, когда слышит, с какой агрессией они стали о ней отзываться? Ведь наверняка какие-то мысли же посещают ее голову. Сел Самвел обедать. Надя налила ему суп. На второе подала булгур с подливкой, котлеты и даже был компот. Ну, честное слово, все как в советские времена. Ест Самвел и нахваливает. Ммм. Надя, вкусно. Как вкусно. Не в сказке сказать, не пером описать. Так вкусно. И супчик. Вот вроде бы сказать, Надя, простой супчик, но какой же он у тебя вкусный. Боже мой. Уж хвалил, хвалил, нахваливал. Она мамашку свою орет, как бешеный. Ну, вот мешает она ему. Тянет руки куда не следует. Что-то там пролила она, я уже не помню, что конкретно. Как он взбеленился из-за этого. Зачем? Зачем ты лезешь под руки? В таком благостном состоянии он был, поедая вкусную еду. И тут мамашка влезла и испортила ему все настроение. Жалко, что баба Таня не стала рассказывать Самвелу, пока он ел. Что у нее опять расстройство. Ну, как расстройство? Вроде бы... Ладно. Ладно. Я не буду вам об этом рассказывать. В общем, ну, примерно вы поняли, что там у нее опять происходит. Желудочек вначале у нее жрет, улыбается, а расплачивается за все про все. Пятая точка. Надо показать кабучим, говорит Самвел. Они же во всем разбираются. Пусть оценят мамино дерьмо, пусть там поковыряются. Ну, и на какие комментарии он рассчитывает после такого заявления? Опять, конечно же, ему навтыкают полные карманы. И опять ему будет о чем поговорить в очередной раз. Придет к мамке, включит камеру и снова все вместе, вот эта несвятая троица, будет обсуждать, что же там написали зрители. И какие они... Слов нет, чтобы описать этих зрителей. Баба Таня очень разговорчивая стала. Вот она нашла нужные слова для определения. Шумит что-то там, возмущается, культяпками своими машет, на зрителей покрикивает, ну, прям как в старые недобрые времена. А жила, то сама не своя сидела, как пыльным мешком стукнутая. Теперь опять зрители дебилками у нее стали. Для Нади тварями, для Самвела кабучами. Хорошо, так знаете, прошлись по зрителям. Нет, я так слушаю, слушаю. Эта война никогда не закончится. Найдутся зрители, которые примут это на свой счет, начнут строчить комментарии с ответными оскорблениями. А Самвел запилит еще один ролик с не менее оскорбительными ответами. И так и будут переговариваться. Ну, что, может быть, зрители тоже хотят в этом участвовать. Ну, если пишут, чтобы, так сказать, получить ответ от блогера, которого смотрят. Самвел же прям, бывает, что и цитирует, открывает телефон и показывает, на какой комментарий от кого конкретно пришедший он дает ответ. Не знаю. Может быть, люди тоже делают это специально, чтобы Самвел хоть как-то отреагировал. А то напишут, молодец, Самвельчик, спасибо тебе, мы тебя любим, обожаем. А он такие комментарии, он, так знаете, сквозь пальцы на них смотрит. Его даже это все не цепляет. Ну, написали что-то хорошее и написали. А вот если напишут что-то плохое, вот тогда, да, есть очень много шансов получить ответ от него. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.